Привет, друзья! Привет! Сегодня мы снимем для вас видео, которое давно обещали. Back to school для американских учителей. Потому что мы приехали в магазин для учителей. И здесь продается канцелярия для школы. Все для класса, короче. А вдруг мы заходим и там в нашем училище? Дэна, нет, нет, никого. Так, смотрите, дети, это декорация, да, для классов? Дети, а для чего вот это, не знаете? А, это кармашки, да? Это кармашки. Это кармашки, чтобы в классе различные вещи вставлять. Интересно, здесь можно играть, что ли, да? Да, смотри, как видите, тут сверху. Это вот такие органайзеры вы в школе используете, да? По-моему, у младших классов на стол ставятся, и сюда вы кладете в канцелярию. Мама, у меня такие в классе были для книжек. Мы это, например, элитарные школы. А, короче, на каждом столе такие стояли книжки здесь, да, были? Да. Так, а вот это для именно карандашей, краев, ручек, фломастеров, да? Да, и клея. И клея. Так, тоже какие-то органайзеры. Это вот все обычно в американских школах стоят в классах органайзеры. Это, наверное, тоже декорация. А это что такое? Для чего? Это в классе декорировать. Это делать какие-то украшения в классе, да, в классных? Или украшения такие. Видишь эту линию? Это оно будет такое... А, разрывать, волнистая, да? Да, мам, я это в школе, в коридорах. Я могу таких фишек сделать. Это в рамках вот так висели, вот такие. А, рамки можно делать, да? Да, рамки. Разрезали по полу эти штуки и сделали рамку такую. Дудочки. Интересно, а почему они? А, нет. Здесь 6,99, 7 долларов. Это для школы музыцировать. Ага, да. Для музыкальных классов. А как это называется? Вот это я забыла. За эксайлофон. Ксилофон, во. Да. Ксилофон. Это, короче, для уроки музыки. Всякие инструменты, видимо, да? А вот бубен какой-то. А, вот что-то, например, трясти. Вы на уроках музыки используете такое, да? Мама, да. Тут еще на доску клеить нотки, чтобы сочинять. Стикеры с нотками. Чтобы музыку играть. Понимаю, наверное. Так, ну пока я что вижу, все для классов, для декорации здесь. Смотрите, опять органайзер и огромное количество различных лент. Классную комнату украшать, чтобы красиво было. Это все на стены вешается, на доски. Смотрите, какие разные красивые. Интересно, сколько они стоят? По чем они? Мне какие-то, не помню. Я помню, у Колины учительницы в прошлом году какой-то вот такой все было в горошек. Стоит 4 доллара за вот такое огромное количество полосочек. У меня тоже были в горошке. Есть ленточки, украшения для класса донатсы. Смотрите. Сейчас покажу. Смотрите, донатсы, классные смайлики. Класс. Короче, учителя могут как угодно свою комнату украсить, как хотят. У меня обычно такие обои были. Классные были такие, да? Да, такие обои. Это уже для моего возраста. Дети, а что это такое за постер? Это санды, манды. А, это для маленьких детей. Это для первого класса. Погода. Это стрелки. Какая погода сегодня, завтра и была вчера. Так, что здесь еще есть? Карточки. Короче, это все для маленьких. Вот это вот учебный материал в классе развешивать. Я напоминаю, что вот эта тетрадь для посещения детей, чтобы отмечать учителю. Сколько детей. Какие учителя, кто родители, телефонный номер, адрес, имейл. И здесь вся информация про детей будет. А это план урока. Да, чтобы делать план и записывать, чтобы не запутаться. Смотрите, у нас всякие отделы, планетки. И по дням недели. План урока. Короче, это пленеры такие для учителей. Магнитные буквы. Да, магнитные. 55 букв, этих, букв магнитных, 15 долларов. Мам, ну это тоже для киндергарта. Да, это все для киндергарта. А это пошли учебники, да? Да. Это материал учебный для учителей. Вот дети такое не покупают. Учителя вот такое покупают, и потом делают, распринтовывают листки, и раздают детям учиться, правильно? Да. Вы же только, вы же не учитесь по таким тетрадкам, правильно? Вы по распринтованным листочкам учитесь, да? Ага. Маск делаем. Так, это вот для третьего класса граммар английский. Посмотри. Ленни, учит, кажется, активитис. Это что значит? Для первого класса. О, для меня. Здесь для киндергарина тоже есть. Ну поставьте. Это для маленьких. Я уже во второй класса был. Здесь я так вижу, все только по английскому, да? Учебники различные. Стоят они 12 долларов за вот такой учебник. А что такое? Открытки. А, кстати, вот эти открытки, посмотрите, это специально для учителей. Учителя рассылают иногда открытки домой ученикам с каким-нибудь или поздравлением, или с пожеланиями. Мама, а я вот это думаю, такие специальные праздники, для хорошего поведения. Да? А здесь календари в школу, в класс для детей маленьких. Месяца, да? Месяца, дни, недели. Различные календари. Это что такое? А, вот смотрите, получается длинный такой календарь наклейки. Месяца. Потом таблица погоды наклеивается на стены. А вот сами календарь и разные наклейки в этом наборе входят. Такой большой, огромный набор. И он стоит тренадцать долларов. А это для чего? Ну, для тех календарей, в которые выставляете маленькие карточки туда. А, календари с кармашками, да? Да, этого. И в кармашки засовываешь числа, да? Да, это август. Это август. Ну, здесь разные. Разные? Ага. Это, видимо, зимние, да? Вот январь, февраль сердечками. Смотрите, наверху какие-то наборы. О, это игры, да? Это игры. А что, их используют в школе? Да, когда брейк. Лаборатория, как это. А, на переменках, да? Да. Здесь, короче, вот этот вот закоулок все с алфавитом связано. Все связано с алфавитом. И это для киндергартена, видимо. Я тут только для киндергарта. Я пока все вижу. Да, я тоже вижу, только пока все для маленьких. А вот, да, алфавиты. Я думаю, что это продолжение. Да, это продолжение. Вот здесь Z написано. Да, вот так вот. Пропись учиться писать. А вот, смотрите, плакат о здоровом питании. Что должно входить в питание. Это учебный такой плакат, потому что здесь учат детей питаться хорошо, правильно. Америка страдает от неправильного питания. И сейчас в школах обучают детей. Это очень вкусно. Сколько чего надо съедать. Вот это очень вкусно. Да, это фрукты. Жалко, что в школе это в обед не дает халгу. Халгу, может быть, халгу. Да, халгу не дает. Чистить зубы, купаться, мыть руки. Так, что здесь еще? Хорошо, правильно питаться. Много пить воды. И читать книжки. Спорт и... Еще спортом заниматься, да. Короче, плакат о здоровом образе жизни детей. А вот, смотрите, монстрские ноги. Зачем учителям монстрские ноги? Это игра, я думаю. Игра такая, да? Ага, да. В монстры подгорать. А вы в такую играли когда-нибудь в школе? Нет. Это солнечная система. Это уже для первого класса. Это уже для более старших, да, детей? Это исторические какие-то плакаты. Это что такое? Наше правительство. Белый дом. Это схема. Три вида власти, и они друг друга контролируют. Это Америка такая устроенная. И это в школе изучают. На каком? На social status, да? Да. Но это уже для очень взрослых. Да, это для более взрослых. Лиз, это я уже учусь. Да, это в четвертом уровне. Это социальное исследование, social status. Короче, плакат называется «Путь к президенту». Через что нужно пройти, да? Какие этапы стадии, чтобы стать президентом? В Америке может президентом стать каждый, кто родился в США. Неважно, какие у него корни. Все континенты мира, это для географии, видимо. Вы где проходите? На social status это все? В начальной школе уже нет географии у вас. Да. Солнечную систему они изучают уже в начальных классах и на предмете science, как там, естествознания. Что с Лизой? Это человек. Это кровообращение, система человека. Давайте посмотрим, какие здесь планеты, как это все выглядит. Соня, подержи. Лишь это все выдавливается и вешается куда-то на стену или на плакаты куда-то, да? Все планеты, это все вместе. А где-то, наверное, еще? А, вот по отдельности. Он уже отвалился, Липитер. Вот опять эти открытки различные для детей. За 5 долларов упаковка, сколько здесь штук? 30 штук. А-а-а. Здесь в среднем количество детей в классе у маленьких обычно меньше, потому что за ними нужно больше ухода. Учительница там им там сопли вытирает, на шнурки завязывает. А у старших уже побольше. У маленьких обычно в 17-19 в классе детей. У меня было 20. 20? А у Сони, у тебя в прошлом году сколько было в пятом классе? 20 что-то. 28. Почти 30. 28. Да. Это вот смотрите, украшать. Я видела у Коли, учительница в прошлом году, украшала вот такими лампами класса. Только у нее были красно-черно-белые, что-то такое. Стиль. Мне понравилось. Я думаю, где она такое взяла, вот оказывается. Они здесь, где-то, когда их раздвигаешь, они круглые, он помесит. И лампочку. Да. И учителя создают уют в классе различным способом. Кто как хочет. Здесь различные стикеры опять пошли, да? Стикеры. Лапки, ручки, мартышки. Здесь помного, глянь, вообще стикеров. Почему они все равно учились? Это в киндер-гартене вот такие вот используют. Когда ребенок выполнил задание, они наклеивают. Вот я видела у Лизы или у Сони было такое. Вот такие могут учителя из кожи звездочки наклеивать за хорошие выполненные задания. И вот эти золотые. Красивые золотые. Такие были у Коли, в прошлом году висели красные. Слушайте, нам можно будет на день рождения тоже здесь что-нибудь покупать, украшать. Да. Супер. Сколько они стоят за три штучки? 8 долларов. А это что такое? Холл Пэсс. Куда это пропуск? А, это Холл Пэсс, это пропуск, выйти из класса в туалет. А, в младших классах вот такое нужно взять. На руку одеваете, да? Да. Идете в туалет или еще куда-то, потом приходите, возвращаете учительнице, да? Да, здесь разные, такие цвета разные. Слушай, это хорошая штука. Кармашки вот эти магнитные на холодильник, если повесить. 8 штук, и сюда можно все вставлять. Это очень классная штука. Магниты? Ух, тяжелые какие. Да. Это для меня в первом классе надо. Это для первоклашек, это слова, которые вы изучали, да? Да, учительные. Это стоит 20 долларов. И сколько здесь слов? 100. У меня типа этих были на доске. На доске висели? На железную доску, да? Их вешали? Эти белые же у нас доски, они же металлические, поэтому магниты прилипают. А вот тоже, смотрите, магниты для того, чтобы писать буквы. Здесь можно какие-то надписи делать, прописью, и вешать. Это тоже тяжело такое. Вот разные магнитные буковки. Тоже магнитные прописи. Это стиралки для доски. Смотрите, там губка такая, спонж. Круто. Они разных видов. А вот как примерно классы здесь можно нарядить. Магнитные полоски, смотрите, какие красивые. Для магнитных досок. Это в окно, чтобы... Это просто наполнился. Для украшения досок, смотрите, сколько магнитных полосок разных. И вот эти все, эти стиралки тоже магнитные, которые мы сначала смотрели. Смотрите, для библиотеки кармашки. Круто. Вы где-нибудь видели подобные у вас в библиотеке? Нет. Мама, у меня не в библиотеке, а в классе в киноркарте. Кармашки были, да? Кармашки. Если что-то плохое делают дети, тогда туда палочку с пуговичкой засунули. Здесь им писали ученика, да? Ага. На пуговичке. Если плохо ребенок, сколько у него будет палочек? Если он плохо, берет одна. Если опять плохо, одна. Если еще плохо, тогда три будут палочки. Когда три наберет, то тогда уже надо родителей в школу вызывать. Ааа. Это для наказания, да? Это учителя, кто как использует? Учителя пока никогда не было. Ух ты, какой мячик. Для маленьких такие мячики. А зачем в школу мячик учить купать? Ну, для маленьких. Баскетбол. Баскетбол с этими, Лиз, это не для баскетбола. Это, короче, для разных веселья, да, в классе? Активитис таких. Еще на улице у нас типа эти. Вот опять этот монстр фит. Да. А, это вставляешься ноги и ходишь, да? Это, видимо, прикольное что-то, да? Это нужно рукам выбрать штукованную и так идти с ними. А вы когда-нибудь играли в такое? Нет. А это что такое? Это пузыримый липскость? Да. О, скакалки какие здесь. Да, тут скакалки. Только без ручек. За 6 долларов. Я посмотрю на эту игру, повнимательнее. Так, это несколько ихр здесь, наверное, да? Здесь написано 21 путь играть с вот этим совсем. Какие-то мячики, какая-то стена. Это мишень, видимо, какая-то стрела. Вот, смотрите, набор. Классный. И вот это еще риск такой. Ого, какой большой. Так можно весь класс рум сам сломать. О, он легкий. О, привет, ребята. Привет. Смотрите, учительские пленеры. Давай откроем, посмотрим, что там. А вот посмотрите на первой странице. Праздники и дни рождения. Записывать важные даты и дни рождения учеников. Учитель, чтобы знал. Когда у кого-то ученика дни рождения. Это планы и цели по предметам, да? По неделям. Напоминание. С понедельника по пятницу. Потому что учительница работает с понедельника по пятницу. Смотрите, для учителей есть также карта Америки. Различные подсказки для учителей. Подсказки для учителей, чтобы снизить стресс. Это какие-то что-то психологические, да? Какие тесты будут. Нет. Ну, короче, для учителей тоже свои какие-то примочки здесь, да? Это типа журнала классного, как у нас был в школе. Смотрите. В Америке я это ни разу не видела. Предмет. И здесь список учеников. А здесь какие-то для себя пометки делать. Может быть, оценки? Оценки здесь не ставят. Да, это журналы типа учительского. Смотрите, американский. Ничего себе. Зачем игры нужны, Сань? В школе. Чтобы... Отдыхать? На переменке? Да, на переменке. Если будет дождь. Ага, если не погода на улице, то они на переменках играют в игры. Смотрите, вот это какое-то что-то. Солнечная система. Пазл. Луна и звезды. Типа рейша. А это что такое? Камни с камнями. Что-то делать. Каменный тамблер какой-то. Это может быть, чтобы делать гладкие камни. Да, я тоже так думаю, чтобы это, наверное, камешки такие острые закидываешь сюда, его включаешь, и они становятся гладкие, видимо, такие. Ну, короче, вот эта вся штука, это для игр, для детей, которые, в которые они могут играть на переменках, если на улице не погода. Учебные какие-то вещи, игры, строение человека, сердце у человека, видите, какое. О, мягкое. Магнитный конструктор? Да. Какой-то другой. Смотрите, я такой впервые вижу магнитный конструктор. Сонечка, это вот тебе образцы минералов. Ты же любишь их находить. Бабочки. И вот тоже. Бабочки. Да. Мама, а мы такие же именно бабочки тут и разводили. Такая же штука. А, это штука такая, чтобы бабочек выращивать. Мы в школе такие же бабочек там выращивали. В такой же штуке. Это стадии развития насекомых. Божьи коровки. Посмотрите, через какие стадии проходят. Червяк красивый, божьи коровки. Это для сайенсы, Дина. Рассматривает жука. Увеличительное стекло там. Короче, ловишь его, сажаешь и рассматриваешь. Это кристалл вырастить. Ух ты, Гринь, как, да? Как будто дерево. Это, он должен быть, как это, вот большое дерево. Ой, огромное секвое. И теперь червя 3 тоже есть. А можно черешневое дерево, кристалл выращивать, да? Вот разные учебники. Это учебники для учителей, которые они потом распечатывают, опять-таки, да, только это по ридинг, по чтению. Да, некоторые учебники учителя просто дают. Раздают, да? Ага. Классивно. Но у детей у наших нет ничего такого дома. Это пазл. Смотри, почти 2 тысячи. Полторы тысячи пазл. И все вот это. Смотри. Класс. Классно, да. И учишься, и развлекаешься. Смотрите, сколько здесь вот таких листков. Это чтобы писать, учиться прописью. Просто листки. И просто так писать. Да, я впервые вижу такое. Сколько они стоят, интересно просто. Бесценные они, короче. Вот это все на испанском языке. В Америке испанский второй язык. Потому что здесь Мексика рядом. И здесь многие учат в школе испанский язык. Короче, здесь все на испанском. Миню на испанском. Я за раме, а то здесь полный магазин учителей. И мы тут ходим, громим все. Слушай, счеты. Ничего себе. 15 долларов стоят счеты. Я первый раз в Америке счеты вижу. Это часы, чтобы учиться определять. Смотрите, время для детей. Минуты часы. Написано. Все расписано и объяснено. Часы песочные. Так, это изучать монетки. Это деньги изучать. Вот эти сами монетки. В них можно играть. Мам, у нас в школе такие были монетки-коробки. Учились. Учились считать, да? Стикеры с монетками. И подождут. Короче, здесь все считать можно. Смотрите, даже карандаши. Как вам? Никому не хочется такой карандаш иметь? Долларовый. О, ну Никита, мама, смотри. Ого, какой ты богатенький. Ну-ка. Ого. Никита такой богатый. Нам пришлось прервать наши съемки. У нас камера. Разрядилась. Вот. Кстати, у нас теперь дети сидят по-другому. Можете видеть. Поменялись местами. Так, дорогие зрители, на этом все. Если вам понравилось это видео, то... Поставьте лайки. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания.